Лак прям снят с Курска. Не сказали его не стирать. То есть он вот пролежал на море. Поэтому это бесценный экспонат. Бережу. В музее школа номер 37, где учился Мичман Казадёров, как драгоценные реликвии хранят вещи, которые с ним связаны. Экспозицию собирали по крупицам, чтобы имя и истории этого человека жили в людских сердцах. Недавно музей пополнила новая бесценная вещь. Книга о Курске, написанная матерью одного из погибших моряков. Огромная работа была проведена у этой женщины. Она собрала данные о всех военных, о всех штатах, которые в тот момент оказались в лодке Курск. И здесь есть личные фотографии. То есть она связывалась с семьями погибших моряков. Представляли ей информацию. А это Троицкий храм поселка Дачный за упокойной литургия. Память погибших почтили липецкие моряки-подводники. Литургию провёл и игумен Стефан. Этот человек сам некогда служил на подводной лодке, имеет боевые награды. Священник попросил предоставить ему имена всех погибших вместе с Курском, чтобы каждый день упоминать их в своих молитвах. В этот день стала традицией вспоминать не только погибший экипаж Курска, но и всех военнослужащих, навсегда ушедших в море. Человека надлежит хоронить в земле, так Богом установлено. Но есть могины, которые выходят из-за рамки этого. Это могины моряков. Которые гибнут, защищая Отечество. Которые исполнили сердца любви к ближнему своему, к Отечеству. Головные уборы снять. Андреевский флаг над могилой. Моряки посетили место, где похоронен Владимир Козадеров. Несмотря на то, что никто из них не знал его лично, каждый считает своим долгом почтить память своего земляка. Всех этих ребят, которые там погибли, 118 человек, мы их чтим как представители военно-морского флота, как наши коллеги, военнослужащие, однополчане. Мы вместе служили на Северном флоте. Лодка погибла. Нам осталось только их в память чтить. Прошло 15 лет, но каждый из них помнит этот день, будто он был вчера. Тогда вся страна была прикована к экранам телевизоров и переживала за экипаж подлодки. А сегодня, говорят моряки, главное сохранить память о героях, погибших в мирное время. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время. Вот так вот.